Амнистию осужденных приурочат к 70-летнему юбилею Победы. В эти дни ее проект проходит стадию обсуждения. Это, пожалуй, одно из самых ожидаемых событий в местах лишения свободы, в том числе и в Архангельской области. Проектом амнистии предусмотрено освобождение от наказания тех, кто осужден за малозначительные преступления. Планируется снижение сроков наказания. В некоторых случаях освобождение от дополнительных наказаний. Впервые судимы из-за нетяжких преступлений. Возможно, по опыту прошлых лет Амчисия в честь Победы коснется ветеранов войны, боевых действий, те, кто участвовали в Чеченской войне, инвалиды, пожилые люди, женщины, несовершеннолетние, женщины, имеющие детей. Амнистия пройдет мимо лиц, виновных в насильственных преступлениях. Сейчас в местах лишения свободы Архангельской области более 60% осужденных отбивают наказание за совершение умышленных, тяжких и особо тяжких преступлений. Сотрудники УФСИН говорят о росте агрессивности среди заключенных. В нашей области за прошлый год было зарегистрировано 4 случая угрозы применения насилия по отношению к сотрудникам администрации, которые предъявляли законные требования. На эти законные требования осужденные не отвечали. И вот по всем этим четырех фактам были возбуждены уголовные дела. Если предложения будут приняты, то впервые в нашей стране пройдет и административная амнистия в отношении штрафов и в отношении лишения специальных прав. В нашей области претендовать на освобождение могут порядка тысячи человек. Из них 916 состоят на учете в уголовной исполнительной инспекции. Их наказание не связано с лишением свободы. Около 80 человек отбывают срок в исправительных учреждениях. Всего же в колониях области более 9 тысяч заключенных.